Прогуливаясь по Барселоне, тогда, когда это еще можно было делать, я в основном видел людей с двумя типами, ну, моделями наушников. Это были самые дешевые внутриканальные Xiaomi, либо это были наушники от компании Beats. В частности, и Beats Solo Pro, который у нас сегодня на обзоре. Причем, что самое интересное, в основном их использовали люди, которые занимались спортом, ну, бегом. Вот, по слухам, если вы за этим следите, ну, скорее, это даже относится больше к утечкам. Компания Apple готовит свои накладные наушники, о чем свидетельствует изображение, которое было найдено в коде из одной прошивок iOS. Так вот, по факту, Beats Solo Pro это сопоставимый продукт, который в теории может выпустить компания Apple. То есть, Apple еще может его когда-то выпустить, а Beats Solo Pro уже продаются. И это очень, ну, такой близкий по духу компании Apple девайс. И в этом видео я расскажу, почему. По звуку Beats вообще это нишевая тема. Рэп, хип-хоп, электроника, транс. Любая музыка, которая имеет ритмику, вот это все про Beats. Потому что сабниз там выкручен довольно сильно, и из-за него перекрывается в большей степени середина и в меньшей степени верхние частоты. Чтобы услышать настоящий звук Beats, лучше пройти в настройки вашего музыкального проигрывателя и выбрать пресет с упором на низкие частоты. И вот тогда, да, будет нормально долбить. Как у меня просит некоторые в комментарии, Вадим, посоветую наушники, вот чтобы долбили нормально. Так вот, Beats это про сбалансированные низкие частоты. Вокал есть, пусть и не супер четкий. А вообще эти наушники идеально подойдут для людей, которые занимают активную жизненную позицию. В том числе и для людей, которые находятся, занимаются в спортзале. Достаточно вспомнить линейку Power Beats Pro, которая ориентирована на спортсменов. То есть, если вы постоянно находитесь в городе, все время двигаетесь, при этом вас окружает шум, а здесь есть функция активного шумоподавления, то эти наушники скорее всего вам зайдут. Но для домашнего прослушивания, когда вы находитесь в покое, я бы вам все-таки порекомендовал поискать что-нибудь другое. Выбор в этой категории есть. На официальном сайте Beats Россия эти наушники стоят 22 тысячи рублей. Это тот же ценовой сегмент, в котором находятся 35-й Bose и тысячная Sony. В игрушках трехмерный звук присутствует. В тех же шутерах можно понять, с какого направления движется оппонент. Нагибаторские способности улучшаются. Задержка в передаче звука, в том числе и в играх, отсутствует. Ну, по крайней мере, она минимальна и практически незаметна. Лично для меня это очень важно. Максимальная громкость, на которой я слушал эти наушники, была где-то на отметке 85%. То есть, можно сказать, что запас по громкости здесь есть. Пассивная шумоизоляция неплохая, особенно если учесть, что эти наушники накладные, а не полноразмерные, в которые ваши уши помещаются полностью. Активное шумоподавление здесь комфортное. Оно не погружает вас в вакуум, пусть оно и не дает супер максимальный результат, какой могут выдавать конкуренты. В принципе, этого более чем достаточно для того, чтобы находиться даже в самом шумном помещении и при этом слушать музыку. У меня лично претензий по этой части к этим наушникам нет, особенно если учитывать их форм-фактор. Ну и, конечно же, самое главное, от активного шумоподавления голова в них не болит. И не подташнивает, и никакого привыкания не нужно. Наушники идут в качественном, мягком, приятном на ощупь чехле с молнией. Снаружи материал напоминает войлок, внутри мягкая подкладка. В комплекте есть карабин для фиксации на элементах одежды. Кстати, всегда думал, что вот эта петелька под карабин, это больше, ну такая ниша, визуальная, нежели практическая тема. Но у нас есть подписчик, который носил свои наушники в чехле, который был закреплен на карабине на элементе одежды. Так вот, он сказал, что войлок протирается. И если вы хотите сохранить этот чехольчик как можно дольше, все-таки делать этого не стоит. Да и вообще, сам по себе чехол, он отлично справляется в качестве места, куда их нужно складывать, чтобы они сохранили свой внешний вид. Но от ударов и при транспортировке будьте осторожны, он не защищает. Так что лучше подыскать какой-нибудь более жесткий кейс. Вся прелесть реализации складывающейся конструкции Solo Pro в том, что когда вы переводите наушники в рабочее состояние, они автоматически переходят в режим сопряжения и подключаются к последнему сконнекченному устройству. Когда вы их складываете, ну то есть переводите в транспортировочное положение, они автоматически выключаются. Это очень удобно. После того, как вы отрегулируете наушники, особенно если у вас большой размер головы и вам придется выдвинуть направляющий по максимуму, их будет немножечко сложнее складывать в транспортировочное положение. Но с течением времени сами по себе наушники разносятся и будет проще. Ну, когда вы их складываете в транспортировочное положение, одна из амбушюр всегда подгибается и запоминает эту форму. Ну, будет небольшая вдавленность, но это тоже все мелочи. Единственное, что при их раскладывании будьте осторожны, не кладите палец. Вот рядом, по крайней мере, с этим отверстием я уже пару раз поджимал себе кожу. Корпус собран слаженно. Нет никаких скрипов или страшных зазоров. Превалирующий в конструкции пластик матовый и очень практичный. Царапины из-за движения воздушных масс не собирает. Ну, если вы понимаете о чем я. В местах шарнира и месте плавной регулировки размера наушников используется алюминик. К голове прилегает мягкая подушечка из резины, которая расположилась на дужке. Амбушюры выполнены из эко кожи. Ну и очень радуют расцветке. Шесть цветов на любой вкус не оставят равнодушными ни вас, ни окружающих. Вообще, битс это в первую очередь про стиль и внешний вид. Наушники с этим справляются. Два момента, которые могут затронуть перфекционистов. Строчка эко кожи не везде идеально ровная. И на корпусе правого динамика площадка имеет задуманный производителем люфт. Потому что тут находятся физические кнопки увеличения и уменьшения громкости. И функциональная клавиша. Кого-то это даже раздражает. Но мне лично все равно. Норм, это же качелька. Вот за что я люблю битсы, так это за физические кнопки. Никакого сенсорного управления, к которому нужно привыкать, у которого есть сложное срабатывание. Никаких сенсоров, которые могут отваливаться на морозе, как у наушников Sony. Хотя лично я с этим не сталкивался. Я об этом не упоминал в обзоре наушников Sony. Но об этом писали люди в комментариях. Здесь на левой чашке есть кнопка активации шумоподавления, либо режима прозрачности. На правой кнопке есть качелька, благодаря которой можно регулировать уровень звука. И многофункциональная кнопка. Постановка трека на паузу, перемотка вперед, переключение трека вперед, либо назад. Ответ на входящий вызов. И даже запуск голосового ассистента. Можно это делать, если вы, допустим, пользователь Android. Через специальное нажатие. А если вы владелец iPhone, благодаря тому, что здесь есть чип Apple H1, можно вызывать Siri голосом. И это тоже здорово. Единственное, что мне не понравилось, так это отсутствие 3,5 мм разъема для проводного подключения этих наушников. Да и для зарядки тут используется Lightning. В комплекте идет черный кабель. Владельцы iPhone наверняка будут довольны тем, что заряжаются эти наушники через Lightning-порт. Но я, как человек, у которого много техники, да и любой владелец Android-девайса, скажет, что USB-C был бы лучше. По факту, я даже iPhone не заряжаю через Lightning. И доставал его только для зарядки этих наушников. Просто потому, что iPhone заряжается по беспроводу. Так что нюанс такой есть. И в будущих моделях Bit Solo Pro я, конечно же, хотел бы видеть USB-C. Ведь это все-таки уже такой стандарт для зарядки и синхронизации любой мобильной техники. К сожалению, производитель не предоставил возможность пользователям самостоятельной замены амбушюр на новое. А также нет возможности в домашних условиях заменить аккумулятор. Ну, это когда без паяльника и чьей-то матери. С автономностью у этих наушников все в полном порядке. И заявленные производителем 22 часа прослушивания музыки с активированным режимом шумоподавления и 40 часов воспроизведения музыки без шумодава, они полностью оправданы. Я эти наушники заряжаю один раз в неделю. Это максимум. Плюс здесь есть быстрая зарядка. За 10 минут они дают около 3 часов воспроизведения музыки. И вот это очень круто. Интересный момент. На официальном сайте Apple можно купить специально для Solo Pro 1.2 метровый кабель черного цвета с интерфейсами Lightning на 3.5 мм за 35 долларов без учета налога штатов. Но вот из комбо, ну то есть костылька и кабеля с джеком на обоих концах у меня ничего не получилось. Про повседневную носку этих наушников. Я к ним привыкал. Они настоящие накладные. У меня никогда не было таких наушников. То есть сейчас все производители говорят, что такого рода наушники они накладные. Но на самом деле многие из них полноразмерные. То есть уши полностью погружаются в амбушюры. А здесь амбушюры ушки поджимают. Так вот, к этому, по крайней мере я, привыкал несколько недель. Поначалу, после часа использования этих наушников, хотелось их как можно скорее снять, чтобы уши отдохнули. Но с течением времени к этому привыкаешь. Ну может быть как-то уши деформируются. У меня так с р-поцами было первого-второго поколения. Левое ухо вот прям постоянно болело, а потом как-то адаптировалось. Форма ушной раковины изменилась и уже нормально. А само оголовье, если вы правильно отрегулируете эти наушники, давить на голову не будет. Ну, по крайней мере, такого как в бенгах у меня уже нет. Обзор, кстати, их тоже есть на канале. Ну и такой момент, форма наушников немного увеличивает размер головы из-за того, что здесь есть вот такие отверстия. Ну это такая чисто эстетическая тема, наденьте их и просто посмотрите, как вы в них выглядите. Нравится ли вам это? Потому что наушники все-таки рассчитаны на то, что вы будете прослушивать музыку, находясь за пределами своего помещения. Ну, какого-либо помещения. Конечно, самое крутое, за что эти наушники полюбят владельцы техники Apple, чип Apple H1. Благодаря нему подключение и переключение между техникой Apple осуществляется бесшовно. Плюс через пункт управления можно переключать режимы работы наушников. По факту сюда залезаешь, чтобы отключить шумодав, перейдя в режим выкол, который недоступен с кнопки управления на устройстве. Наушники по части программного обеспечения практически не имеют каких-либо настроек. Пользователи iOS, пройдя в настройки устройства, смогут лишь переключить режим работы с окружением и переименовать их. Пользователям Android для того, чтобы выполнить эти же действия и посмотреть уровень заряда аккумулятора, необходимо сначала скачать приложение Beats. В этом же приложении будет мануал для тех, кто забыл, как и за что отвечают все органы управления. Пошагово и с картинками. Чего лично мне не хватает по программной части в этих наушниках, так это эквалайзеры. То есть лучше бы у них было приложение и на iPhone в том числе, и там была добавлена опция выбора каких-то пресетов, чтобы они работали не только в приложении музыка, когда вы идете далеко-далеко в настройки и выбираете пресет Apple Music, а чтобы ты в приложении настроил, допустим, больше низа, и эта опция работала абсолютно во всех проигрывателях. Лично мне этого не хватает. Ну и также, конечно же, хотелось бы видеть эквалайзер для более точной настройки ушей. В принципе, настройки шумодава не так актуальны, потому что он здесь не очень-то и агрессивный. Тут зачастую просто переключаешься между режимом прозрачность и режимом активного шумоподавления. Ну и, конечно же, я прилагаю вам тест качества записи звука на встроенные микрофоны, потому что эти наушники могут использоваться как гарнитура. И это довольно важная опция для наушников, которые используются на повседневе, особенно за пределами дома. Вот так вас будут слышать собеседники, если вы будете разговаривать через Beats Solo Pro, и звук записывается через диктофон, находящийся на телефоне собеседника. Это все происходит в абсолютно тихих условиях. Ну и, конечно же, чтобы вам было с чем сравнить, вот так звучат AirPods Pro, тоже в абсолютно тихих условиях. Вот так вас будут слышать собеседники, если вы будете разговаривать через полный микрофон Beats Solo Pro в городских условиях. А вот так звучат AirPods Pro в сумму в городских условиях, через условиях, в которых были из них в целом Beats Solo Pro. Еще по опыту использования. Коннектятся они супер быстро. Это оценит любой владелец яблочной техники, особенно, когда у него их много. Это все-таки вторая кейлер-фиша этих наушников после дизайна и узнаваемости бренда. Из неприятного, иногда, это очень редко, но бывает, и не у меня одного, в левом наушнике начинается шипение, когда вы их только раскрыли и они подконнектились к вашему устройству. В таком случае их нужно снять с головы, закрыть и еще раз открыть. То есть, они просто переконнектятся. И эта проблема пропадает, опять же, довольно надолго. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы в этих наушниках стояли датчики приближения и при их снятии они автоматически ставили воспроизведение музыки, либо видео на паузу. Но, увы, этой опции здесь нет. Но, благо, есть физическая кнопка. Но, по крайней мере, с айфоном она не так работает, как хотелось бы. В том плане, что, допустим, если вы смотрите видео на YouTube, если вы нажмете на паузу, пауза-то поставится. Но зачастую запускается музыкальный плеер. Как-то так. В заключении могу сказать, что бит Solo Pro в первую очередь не про аудиофильский звук. Он хороший, но не крутой. А про качественное исполнение корпуса, движ, стиль, ритмичную музыку, слушая которую вы будете концентрироваться на текущем занятии, а не на вычленении ноток. Эти наушники для тех, кто не планирует слушать музыку на шнурке без сжатия из хорошего источника. В комментариях к этому видеоролику я хотел бы услышать фидбэк от пользователей этих наушников, а также все те коллективы, которые бы вы хотели внести в обзор этого видеоролика. Делитесь своими впечатлениями, будет интересно почитать. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProDeck. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео в обзорах какой-нибудь новой техники. А ее у меня припасено довольно много. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok